Прям очень, сильно, жарко. Ну как так? Вообще нереал какой-то. Это отразилось на моей мотивации изучать испанский язык. Всем привет! Предлагаю вам сегодня прогуляться со мной по Манхэттену. Посмотрим, как там проживает город Нью-Йорк жаркие июльские дни, как там сейчас после всех разгромов, карантинов и все такое. Пока мы будем с вами гулять, я бы хотела рассказать вам, как я выучила испанский язык. На испанском, если вы не знали, я говорю так же свободно, как и на английском. Хотя испанский язык... Я никогда не ходила в школу, у меня никогда не было учителей, у меня никогда не было учебников, словариков и ничего из этого рода, что вы представляете себе из процесса изучения иностранных языков. Ничего этого не было. Поэтому мне, конечно же, хочется с вами поделиться, как я прошла этот легкий и нелегкий путь, и чтобы вы, наконец-таки, тоже заговорили на том языке, на котором вы хотите заговорить уже, наконец, на иностранном языке. Поэтому давайте не будем терять ни минуточки и поедем с вами на Манхэттен, а тем более, кстати, забыла сказать, что завтра нас с вами ждет шикарнейшая фотосессия из города Нью-Йорка. Мы с девчонками едем на Бруклинский мост, в район Думбу, кто знает. Будем там фотографироваться с прекрасной фотографом Маргаритой, и, конечно же, я вас возьму тоже с собой. Поэтому давайте, у нас будет два насыщенных дня из жизни Ольги Рохас в Нью-Йорке. И да, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. И давайте едем в Нью-Йорк, ура! Я собрала все самое нужное, чтобы показать вам Нью-Йорк, оделась как такая невероятная француженка, на улице просто более 35 градусов. Поэтому пожелайте мне удачи, чтобы я не расплавилась на солнышке, как мороженка. Поехали в Нью-Йорк. Думаю, что будет весело, интересно и познавательно. И, в общем, давайте круто проведем с вами вместе время. Лично я обожаю район, в котором мы живем. Смотрите. Здесь дают бесплатную, по-моему, еду? Или что это здесь? Что это такое? Мне интересно просто. Я не то, что я это хочу. Что это такое? А, это маски. Что это такое? Что это такое? Маски. О, окей. Спасибо. Нам дали маски бесплатные. Мы с удовольствием берем. Ну, хорошо. Спасибо огромное компании Italki, которая спонсирует это видео. Надо сказать, что я обратилась к ним самостоятельно. Я тот самый блогер, который самостоятельно ищет компании для сотрудничества, потому что для меня важно, кого я вам рекомендую. Компания Italki – это такая платформа, где вы можете найти носителей языка. В принципе, на любом языке, который вы учите. Там огромное количество разных языков. Там реальные люди. И вы можете заниматься языком в удобное для вас время, на удобном для вас языке, и на удобной для вас и интересной для вас темы. Если бы в далеком 2006 году Italki уже существовал, я бы гораздо быстрее пришла к разговорной речи на испанском языке. Вы можете попробовать свои силы, посмотреть, как это все работает. Я оставлю ссылку обязательно внизу. Мне просто очень сильно хочется помочь каждому из вас прийти уже, наконец-таки, к разговорному языку, а не к теоретическому по учебникам и словарикам. Сегодня я вам расскажу, как я проходила этот путь. Он был достаточно тернистый, он был небыстрый, и он мог бы быть гораздо быстрее и эффективнее, если бы я воспользовалась такой платформой, как Italki. Мое знакомство с испанским языком произошло в 2006 году, когда ко мне просто из ниоткуда пришла идея, что мне нужно учить испанский язык. Вот как говорят, что интуиция тебя ведет в жизни, подсказывает, ее просто нужно научиться слушать. Вот, честное слово, это про меня. В общем, испанский просто ниоткуда пришла идея. У меня никогда не было никаких незнакомых, ни друзей. Вообще, абсолютно никого, с кем бы связан был испанский язык. Так вот, тогда, в 2006 году, я попросила маму с папой купить мне саму учитель по испанскому языку. У нас с деньгами было все не очень хорошо. 2006 год. В общем, моя мама повезла меня в дисконцентр, где я нашла 4 книги. Реально их было там 4, их было очень мало. Я была в Новосибирске, и я выбрала для себя книгу, которая, как мне казалось, более или менее, ну, в общем, приемлемая, хотя я ничего не знала о том, как нужно выбирать эту книгу. Когда два с половиной часа спустя, когда я искала эту книгу, я ее нашла. Пособие оказалось абсолютно никчемным. Оно только лишь отбивало у меня интерес к языку, и, в общем-то, ничего, кроме того, чтобы пылиться на полках, оно ничего не делало. Потом, в 2008 году, я поступила в универ, и в моей жизни появился немецкий язык. Он, так скажем, ворвался в мою жизнь. И так как это все дело было подкреплено стипендиями, оценками, конечно же, про испанский пришлось мне на время забыть. Смотрите, мы уже с вами зашли до Братве. Вот там Times Square. А мы сейчас идем в сторону Мэйсис. Мы сейчас пойдем с вами в сторону Мэйсис, в сторону 34-й улицы. В принципе, народу много. Многие без масок, кто-то в маске. Каждый принимает решение самостоятельно. В общем, первые два года в универе мне даже и не снилось, чтобы я могла какой-то еще другой изучать язык, чем те, которые английский, немецкий, которые были у меня в универе. Поэтому в 2010 году, когда я поехала в Америку, без задней мысли про испанский, я думала, что здесь меня ждет активная практика английского языка. Но я ошибалась. Половина Нью-Йорка как бы не больше разговаривают на испанском языке. И когда я попала в ресторан мексиканский работать, там Hostess, там, конечно же, разговаривали все на испанском языке. И тогда я поняла, что я влюбилась в этот язык. Я влюбилась не только что в язык, я влюбилась в культуру. Я латиноамериканцев просто воспринимала прям как, блин, ну, братьев вообще. Братья и сестры. Ну, короче, меня они так вкатили, что я реально от них кайфовала. Мне было комфортно с ними, мне было комфортно в их культуре, с их музыкой, с их едой, с их, не знаю, традициями, со всем. Короче говоря, мне было по кайфу общаться с латиноцами. И, конечно же, это отразилось на моей мотивации изучать испанский язык. Просто потому что мне казалось, что я вообще в прошлой жизни была, наверное, испанкой. И, короче, вся эта тема мне очень родная, очень близкая и очень приятная. Мне кажется, это было ключевым в моем быстром постижении и достижении в испанском языке. Именно вот такая вот искренняя любовь к испанской культуре. Сейчас иду в этой шляпе, в этом платье, прям тоже как испанка, такая со своими бровями. В 2011 году мы начали встречаться с Чамару. И хотя мы разговаривали и общались с ним на испанском языке, он очень часто вставлял испанские слова, именно такие, знаете, эмоциональные слова на испанском языке, которые он чувствовал и хотел именно их выразить именно на испанском, чтобы таким образом выразить свою глубину чувств. Например, я тебя люблю, он мне никогда не говорил практически по-английски. То есть, у меня номер один, он меня всегда это говорил по-испански. Он меня всегда называл миамор, то есть, чтобы было понятно, наверное, многие знают, обращение типа как любимое. В общем, он мне иногда говорил спасибо на испанском. В общем, испанский потихоньку начал вселяться в мою жизнь. И это были такие крапинки, маленькие словечки, но из-за того, что эти словечки были настолько эмоционально... эмоционально, как сказать. Но из-за того, что эти слова были настолько эмоционально важны для нас, они очень легко запоминались. И, конечно же, отношение к языку было абсолютно другим. Вы сами вспомните, когда вы учились в школе, и ваше отношение к предмету было независимо связано с вашим отношением к учителю. То есть, если вам не нравился человек, то есть учитель, как человек, тогда вам, скорее всего, и не нравился этот предмет. Поэтому очень важно, очень качественно выбирать, как вы учите иностранный язык и через что. Потому что отношение к языку будет через того человека, через кого вы учите. В то время, я помню, я развешивала у себя дома в России постеры со словами, чтобы они просто мелькали и были частью моей жизни. Я всегда переспрашивала у него какие-либо слова, которые я не знала. Я продолжала висеть в учебниках. На тот момент я еще не понимала, что учебники мне не очень помогут. А что мне помогло? Мне помогло живое общение. Ай, красота! Ну совсем нет людей! Посмотрите, здесь же пусто. Здесь же обычно столько много народу фотографируется. Люди, вы где? Нью-Йорк по вам скучает. Никого, пустые улицы. Ну как так вообще? Нереал какой-то. Я прям реально не верю, что такое может быть в Нью-Йорке. Спустя 10 лет, как я здесь, ни разу. Мне кажется, люди, которые прожили здесь 80 лет, всю свою жизнь, они тоже такого ни разу не видели. Ну посмотрите. Ну реально, здесь же пусто. Пусто! Хочется плакать. Ну это такая жара, что просто, я не знаю, ну в тенечке я просто встала на секундочку, чтобы отдышаться и идти дальше. Потому что реально очень сильно жарко. Прям очень сильно жарко. Доброе утро. Мы с девчонками уже собрались. Я накрасилась при параде. Вон девчоночки тоже уже готовы. Потому что мы сегодня едем в Нью-Йорк. У нас будет фотосессия небольшая. И мы просто планируем с девочками погулять по Нью-Йорку, так как давно этого не было в связи с карантином. Я успела очень сильно соскучиться. А девчонкам просто хочется показать, что есть другое место, нежели дом. Вот. Поэтому, да, присоединяйтесь. Покажу Нью-Йорк, покажу, как мы проводим день. И просто проведем хорошо время. Александра, а что мы делать будем сейчас? Не знаю. Как ты думаешь? А где? Где мы сейчас находимся? В Нью-Йорке. В Нью-Йорке? А что мы будем делать? Ну, Нью-Йорке, мы будем гулять. Гулять, точно. Алька, ку-ку. Мы приехали сейчас на фотосессию. Здесь на Пруминском мосту с девчонками. Фотографируемся. И надеюсь, что что-нибудь получится из этого. Потому что, конечно же, как туда идет, не по плану, но когда оно идет по плану. Поэтому мы все-таки надеемся, что вот этот вид и вот эти мордашки нам помогут. Мы меняем локацию, меняем наряды. Я хотела накануне своего дня рождения сфотографироваться с цифрой 29. И у меня, к сожалению, цифра 9 улетела. Поэтому осталась только цифра 2. Но мы все равно, я надеюсь, что какой-нибудь хотя бы кадр получился. Поэтому сейчас будет у нас помена, смена реквизита. Мы готовим теперь. Вон Рита готовится, красиво расставляет. У нас будет такой сейчас пикник шикарный. Слушай, красота какая, правда. Мы с девчонками дошли до культового места. Вот вы видите, вот эти все книги, вот они, вот они, вот они идут много-много-много. С italki все эти книги вам будут не нужны. Переходите по ссылке в описании. И огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что это было полезно, познавательно. И просто мы с вами хорошо провели время. А пламенные поцелуи из жаркого Нью-Йорка. И мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok